И повеление. Если человек полностью исполняет Божьи заповеди и повеления, Библия называет это праведностью. И если я не исполняю Божьи заповеди и Божьи повеления, то я как бы снимаю с себя эту броню или я оставляю место, куда может проникнуть вражеская стрела или вражеская пуля. Вот почему очень важно жить праведной жизнью. Если мы хотим одерживать победу, нам просто необходимо жить праведной жизнью. Мы к этому призваны. Но так мы привыкли. Знаете, когда спрашиваешь человека, говоришь, знаешь, а можно жить и не грешить? То обычный ответ, который я слышу на протяжении нескольких лет, люди говорят, невозможно. Я и сегодня хочу спросить, а можно жить и не грешить? И мы обычно, оправдывая свои поступки, оправдывая свою слабость, оправдывая свою лень, оправдывая свое бессилие, мы говорим, невозможно. И мы можем найти множество мест из Священного Писания, подтянуть и сказать, но ведь нет праведного ни одного. Нет праведного ни одного. Ну раз нет праведного ни одного, то я тоже в эту категорию не попадаю. Поэтому праведной жизнью я жить не могу. Тогда зачем мне броня праведности? И такие люди, если вы проанализируете, они не живут победоносной жизнью. Их жизнь не меняется. Во время трудностей, скорбей и искушений они сваливаются, они падают. И их жизнь вся заключается в том, встал, упал, встал, упал. Они не идут, они топчутся на одном месте. Прощает ли Бог, когда мы согрешаем, искренне приходим к Нему и каемся в своих грехах? Прощает. Всякий раз. В этом суть милости и благодати Божьей. Он прощает нас. Но Бог не призвал нас к тому, чтобы мы топтались на одном месте. Бог призвал нас к тому, чтобы мы научились жить праведной жизнью. Он спас нас и Он избавил нас от греха. Чтобы мы перестали жить старой жизнью, греховной жизнью. Чтобы мы начали жить праведной, доброй, благочестивой жизнью. И это необходимо нам. Если человек не живет праведно, его сердце, оно открыто. И врагу очень легко поразить такое сердце. Очень легко. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы нам иметь праведность, правильное отношение к Богу и к людям. Вы знаете, что есть два вида грехов? Грех против Бога и есть грех против человека. Вы можете согрешать против Бога и можете согрешать против человека. И то, и другое грех. Но когда мы читаем, даже взять 10 заповедей, первые 4 заповеди, вы нарушаете их, вы согрешаете этими заповедями против Бога. Но все остальные заповеди, которые даны, 6 заповедей, вы согрешаете по отношению к людям. Посчитайте, изучите внимательно 10 заповедей. Библия призывает нас, чтобы мы облеклись в броню праведности, чтобы мы жили праведно. И да, для этого необходима сила, чтобы находиться в ней. Для этого необходима сила. Для этого необходим духовный рост. И по мере нашего духовного роста, наша броня, она становится все крепче и крепче. Знаешь, уже с 2 килограммов веса бронежилет, смотришь, ты уже в бронежилете 10 килограммов. И ты уже можешь выдержать искушения и атаки, которые намного сильнее, которые, возможно, человек, только пришедший к Богу, не может вынести, не может устоять в них. Но по мере духовного возраста, ты становишься сильнее. И когда ты одеваешь броню, броня становится крепче. Аминь, друзья. Вы понимаете? Именно броня защищает наше сердце от искушения, от падения. Пусть Бог нас благословит. А теперь давайте мы будем говорить уже конкретно, что значит, ну, или как одеть броню праведности. Давайте мы откроем первое послание Петра, вторая глава. И мы прочитаем с вами 22 стих. Даже 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Вы слышите? Христос оставил нам пример, дабы мы шли не просто за Ним, мы шли по Его следам. То есть, а что значит, не знаю, вы когда-нибудь ходили по чужим следам? Я помню, мы еще детьми, здесь у нас были танковые горы за бетонкой, и мы ходили туда кататься на санках, на лыжах. Не знаю, кто-то ходил еще, нет? Да, есть люди, помнят это время. И мы ходили с детьми туда. И я помню, когда выпадало много снегу, то очень сложно было по сугробам добраться до этих танковых гор. Но нам так хотелось кататься с этих гор. И вы знаете что? Мы находили тропу. Какой-то человек впереди нас уже шел. И он оставлял следы. И мы понимали, что по сугробам невозможно дойти до туда, нужно найти следы, которые ведут, ну хотя бы до бетонки, а от бетонки мы найдем еще чьи-то следы, которые приведут нас к этой горе. И когда мы находили эти следы, это были следы больше, не детская обувь, это были большие чьи-то следы обычно. И я помню, мы шли, и мы наступали след, след в след. След в след. Мы искали след и наступали вслед. Но знаете, как сегодня живут христиане? Они видят следы Иисуса, но они идут рядом с Его следами. Ну да, как бы мы идем, рядом со следами мы идем, но они не идут след в след. Но Писание говорит нам, что Христос оставил нам пример, мы шли по Его следам. И дальше, 22 стих, сестра, послушайте. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Так если я следую след в след, что будет происходить со мной? Я не буду жить в том грехе, в котором я живу. Послушайте, каждый из нас знает про свой грех. вы знаете. Вы знаете свой грех, с которым вы боретесь. И я знаю. Грех, которым вы постоянно проигрываете, постоянно в нем каетесь. И грех, в котором, возможно, вы живете. Что вы делаете, если вы продолжаете жить в грехе? Вы становитесь без защиты, без брони. Вы уязвимы. И дьяволу очень легко поразить вас. Первое, что делает дьявол, он похищает мир, который Христос дал нам вместе с прощением. И если вы не испытываете мира в сердце, если вы не имеете покоя, вы близки к падению. Потому что вместе с прощением, милостью Божией, Бог дает благодать, которая научает нас, чтобы мы праведно и богобоязненно жили в нынешнем веке. И вместе с этим мы получаем Божий покой. Мы успокаиваемся в душах. Но если у нас нет покоя, значит, мы уже на грани. Друзья мои, послушайте, это очень серьезно. Бог призвал нас жить праведной жизнью. Он дал нам для этого все необходимое. Это не значит, что мы не будем, ну, как, чувствовать рану. Будем. Но раны, которые вы будете получать, находясь или одетыми в броню, они будут легче, быстрее заживать, чем те раны, которые вы получаете без брони. Вы понимаете? Синяк просто, или ребро вам сломали, или пуля вошла вовнутрь. Какая рана легче заживает? Синяк. Это не значит, что мы становимся, ну, такими совершенными. Нет, наш путь и следование за Иисусом. Но внутри мы должны иметь четкое и ясное сознание, что без бронеправедности, без жизни Христова, без следования за Иисусом след в след, без подражания Ему, мы не можем одерживать победы. Не можем. Римлянам 3 глава, 10 стих. Идем, идем ближе. Третья глава, простите, римлянам 3 глава, 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Мы видим ясно, о чем идет речь. О чем? Разве речь идет о нас с вами? Речь идет не о нас с вами, речь идет о том, откуда нас Бог спас. Мы были в этой атмосфере. Никто из нас не жил праведной жизнью. Мы все согрешали. Это правда. Мы даже, многие из нас даже и не искали Бога. Мы жили как хотели. Но Бог спас нас. И Он оправдал нас. И Он дал нам эту возможность быть служителями Нового Завета. Мы должны понять с вами. Вот, друзья мои, почему или как одеть броню праведности? Мы подходим к этому. Первое, мы должны понять, что наша праведность, наша самостоятельная праведность, мы очень часто пытаемся сами что-то сделать. И мы пробовали это в жизни. И вот наша праведность, она как грязная одежда. Это первое. И второе, мы должны понять, что вместе с тем, когда мы приняли Христа, приняли Его прощение, мы приняли праведность не нашу, но праведность Божью. Вы знаете, во времена рыцарей, во времена дальние времена, когда люди одевали броню или защиту, на их броне всегда было изображение герба, какого-то герба. Всегда обозначалась принадлежность какому государству или какому княжеству ты принадлежишь. Кто стоит за тобой, кто защищает тебя. И мы с вами должны понять, что на нашей броне есть тоже герб. Что на нашей броне сегодня мы пели эту песню. Наша защита, наша крепость является Иисус. И без Него мы не можем жить праведной жизнью. Без Него, без упования на Него, без веры в Него мы не сможем жить праведной жизнью. поэтому мы верою, принимая Иисуса в свое сердце, через покаяние, мы принимаем Христа и вместе с Ним мы принимаем эту праведность, возможность, способность жить и не грешить. И далее Бог нас призывает к тому, чтобы мы жили этой жизнью постоянно, чтобы мы старались, чтобы мы стремились жить жизнью победителя, жить праведной жизнью. Почему нам необходима броня? Вот вы знаете, просто представьте, что вы работаете в полиции или вы военный, и вас посылают или нужно пойти в какое-то опасное место, где стреляют. Ну они говорят, вот форма есть, оружие есть, сапоги есть, а бронежилет вам не дадим. Как вы отреагируете на это? Без бронежилета пойдете? Пойти без бронежилета нужно быть отчаянным парнем, правда? Но когда ты одеваешь бронежилет, у тебя появляется некая смелость, предается некая смелость, правда? Такая какая-то защита есть, и уже нет такого стрелка, нет, без бронежилета там стреляют. А когда ты знаешь, что если пуля попадет в бронежилет, и ты останешься жить, то лучше это бронежилет идти. Ну или я неправильно говорю? Правильно? Без брони вот человек христианин, он имеет страх, он боится. Многие христиане испытывают страх. Он неминуемо приходит в их жизнь, они боятся, потому что они находятся без брони праведности. Броня праведности придает нам смелость. я не говорю сейчас о том, что человек боится темноты, это немного другие вещи, может быть даже связанные с какими-то оккультными вещами, но я говорю о том, что есть страх, когда человек боится рассказать о том, что Бог совершил в его жизни. Быть свидетелем Иисуса Христа, ему страшно, внутри какой-то страх, он чувствует, что нужно это сделать, но он боится. По каким причинам? Я объясню. Первое, он не живет правильной жизнью, и ему стыдно говорить о том, что он христианин. Второе, он просто боится, это внутри его, но человек, который надел на себя броню праведности, он идет на передовую, он смелый, он не боится говорить о Христе, он преодолевает этот страх, он уверен, что Бог с ним, он уверен, что эта броня, она защищает его. Поэтому броня праведности, она необходима нам, и она придает нам смелость, она придает нам дерзновение в молитве. Вы знаете, человеку грешному, человеку, который не живет праведной жизнью, он не может, кроме как, Господи, прости меня, иметь дерзновение просить о чем-либо больше. Всякий раз, когда он склоняет свои колени, грешный человек, одно в его сердце, тебе нужно покаяться, тебе нужно попросить у Бога прощения, изменить свою жизнь. И у него нет дерзновения, чтобы просить у Бога чего-то большего. Но именно праведность, как написано, если сердце, оно не осуждает вас, то тем более Бог, и вы имеете дерзновение пред Богом, так написано. Но если ваше сердце осуждает вас, то тем более Бог осуждает вас. Поэтому, если мы находимся в броне праведности, мы имеем дерзновение в молитве и уверенность в победе. И это есть у человека внутри, он чувствует это, он переживает это. Поэтому, друзья мои, просто загляните в свое сердце. Если ваше сердце наполняется страхами, неуверенностью, нет дерзновения в молитве, уверенности в победе в завтрашнем дне, может быть, вы просто находитесь без брони, или у вас есть какое-то уязвимое место, может быть, вы не застегнули как положено или не по размеру, пересмотрите свою жизнь. Когда человек, еще одна очень важная мысль, послушайте, когда человек находится без брони праведности, у него нет желания служить Богу. Он понимает, что служение Богу ведет его на передовую. Вы знаете, что в сражении, в битве есть несколько, ну, как, есть положение, есть люди, которые всегда на передовой, люди, которые в окопе, люди, которые в тылу. И то, и то важно, и то, и то нужно, и тыл нужен, и человек, который бы руководил сражением, и на передовой обязательно. Бывает так, я говорил в прошлое воскресенье, а люди на передовой сражаются, а награды получают и звания командиры, которые в окопе, или эти, которые в бинокль смотрят, либо которые в тылу. Такое тоже бывает. Но послушайте, есть и другая категория людей, которые и не в тылу, и не в окопе, и не на передовой. И во время войны, Великой Отечественной, таких людей было очень много. Они просто жили своей жизнью. Они подстраивались под атмосферу в обществе и жили обыкновенной жизнью. И к чему я веду? Я хочу, чтобы было понятно. Когда человек живет без брони праведности, и у него нет дерзновения в молитве, нет желания служить, это тоже один из признаков, потому что он понимает, что служение Богу ведет его на передовую, она будет лишать его неких удобств, она будет подталкивать его к тому, что он будет находиться под обстрелами, искушениями, и он это осознавая возвращается назад, не соглашается, и он превращается сам, даже того не понимая, он превращается в обыкновенного ленивого человека. И так свою жизнь в лучшем случае он прозябает до конца, либо в конечном итоге, знаете, есть такая как шальная пуля, в него попадает просто случайно, вылетевшая пуля случайно попадает и сражает его, и он умирает, духовно умирает, поэтому броня необходима по всем нашим признакам, ко всему, она необходима христианину, она защищает наше сердце и нашу жизнь. Еще один важный момент, послушайте, когда ты в броне, как определить в броне я или нет, когда ты в броне, ты не замечаешь мелких ударов, когда в броне, ты их не замечаешь, ты замечаешь только и чувствуешь только удары, которые сильны. То есть, если ты в бронежилете, я подойду тебя так вот, постучу кулаком, ты не почувствуешь. Ты почувствуешь только сильный удар пули. Но вы, наверное, встречали таких христиан, которых ранят мелкие обиды. Кто-то что-то сказал про меня. Слышали, наверное, замечали так? Кто-то что-то про меня сказал. Как они про меня что-то сказали? И все! И он уже не может спокойно жить. Мелочь какая-то. Ну, сказали про вас что-то, кто-то, и дальше что? Ну, люди много говорят. Вы думаете, всегда будут хорошо про вас говорить? Нет, Иисус не обещал это. Ну, сказали, ну, и пусть, ну, еще будут говорить. Ну, и дальше, что дальше? Ну, вот, мелкая какая-то обида, и она ранит человека. Но, когда ты в бронежилете, это не касается тебя, это не трогает, ты не замечаешь этих вещей, твое отношение к людям не меняется, потому что ты этого не замечаешь, ты в броне. Послушайте, что пишет апостол Павел, второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха, христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей и забота о всех церквях. Посмотрите, через что проходил этот человек. Но вы не найдете нигде в Библии, что он затаил какую-то обиду на тех, кто причинил ему все это. Нет, вы не найдете. Почему? Потому что этот человек, который написал нам это повествование о броне праведности, он сам был в броне. А поверьте, все, что я сейчас здесь перечислил, это не мелочи. Вас били когда-нибудь палкой? Палкой. Палкой по голове били кого-нибудь? Это не так легко. Мы на слова реагировать правильно не можем, как христиане. Не говоря уже про палку. Почему так? Может быть потому, что мы не одели броню праведности? Может быть поэтому мы обижаемся на всякие мелочи? Нас так это сильно трогает, кто про нас что сказал? Да, именно по этой причине. Потому что когда ты в броне, ты будешь чувствовать только то, что сильно, что тяжело. Что касается сильно твоего духовного состояния. Пусть Бог нас благословит. Еще раз я хочу сказать, раны от брони быстрее заживают, чем раны нанесенные на незащищенное тело. Нам нужно облечься в броню праведности. Нам нужно быть на ней. Раны, которые враг пытается нанести, это вещи, которые вы все очень знаете. Обиды, непрощение, ненависть. Если вы испытываете это, враг поразил вас. У вас появилась рана. Вам нужно лечить ее. Почему это произошло? Значит где-то вы, ваше тело, ваше сердце было открыто. Где-то вы скинули эту броню праведности, вы перестали жить. Вы знаете, всякий грех, которым мы согрешаем, он как бы открывает, или возможность, дает возможность дьяволу проникнуть в нас, посеять свое злое семя. Он наносит раны, гордость, зависть, обольщение богатством. Когда мы о деньгах думаем и о том, как заработать больше, чем о Боге, сами того не понимая, что все это дает нам Бог и силы. Сколько историй мы видим, взять вот Диму нашего. Нет руки, нет возможности работать. И заработать не можешь. И не можешь заработать. Есть умение, ум, способности, мастер. Такую мебель можешь сделать, которую никто не может делать. А не можешь делать. И мы не думаем о том, что все, что мы имеем, дает нам Бог. Он дает нам эту возможность. Похоть, блуд, нечистота. Нечистота во всем роде и касательно порнографии, которой сегодня очень много. Все это приносит и причиняет нам раны. Мы от этого страдаем. Мы от этого мучаемся. Как одеть броню праведности? Братья и сестры, еще раз. Нам нужно принять или понять. И потом принять, что сами по себе и наша праведность, наши дела, они как запачканная одежда. Второе, мы должны осознать. Осознать это. Не просто понять, но осознать это, что мы, люди, несовершенные. Когда мы это осознаем, мы глубоко каемся в том, что мы грешные в наших грехах. И принимаем верою Иисуса, Его прощение, Его милосердие и Его праведность. И когда мы верою это принимаем, Бог дает нам способность жить праведной жизнью. И дальше нам нужно жить праведной жизнью. А Он дает нам способность. Посмотрите, как чудесно действует рождение свыше, новое рождение. От многих грехов Бог нас освободил. Правда? Просто освободил нас от многих грехов. Вот кто курил сигареты, например. Я сейчас посмотрю, а кто курит сейчас еще? Хоть посмотрите. Кто курил сигареты? Посмотрите, как нам трудно было их бросить. Как трудно. Что мы только не делали. Лейкопластырь и клеили. Жвачки жевали. Семечки щелкали. Что там еще? К экстрасенсам ходили, наверное, кто-то ходил. Мы пытались что-то делать. А когда пришли к Иисусу, вдруг в один из дней, ну, я про себя, в один из дней, вдруг я понял, что я свободен, мне не надо это. Я свободен. Бог освободил, что мне единственное нужно было, это не заглядывать на них, не покупать их. Все. Когда предлагают курить, не брать все, что мне нужно было делать. Я свободен. Бог освобождает человека от любого греха. Он может освободить человека от обиды, у некоторых затянувшиеся обиды. Эти раны, знаешь, ты можешь быть, одеть в броню, сказать, знаешь, я одеваю броню, но внутри у тебя рана. И она будет приносить, даже если ты в броне, она будет приносить тебе дискомфорт определенный, духовный. И если ты раненый, тебе нужно исцеление. Тебе нужно прийти к Богу, чтобы Бог исцелил тебя, освободил тебя. Поэтому первое, мы должны признать, еще раз, и понять, и признать это, осознать того, что наша праведность, что сами по себе, мы не можем быть праведными людьми. Но принимая Иисуса, осознанно, глубоко, раскаиваясь пред Ним, принимая веру, мы получаем способность жить праведной жизнью. И мы должны это осознать. И каждый день, каждое утро, Господь, я с тобой, я одеваю эту броню праведности, я одеваю этот пояс, обвязываюсь этим поясом истины, я одеваю броню праведности. Мое сердце, оно защищено тобой, я принимаю решение жить по Слову Твоему, поступать по Слову Твоему, не пренебрегать по Слову Твоему, Слово Твое. Вы знаете, когда ты в броне, последнее, что мне хочется сказать, ты имеешь силу не грешить, и когда согрешаешь, то это приводит тебя к покаянию. Вот один из признаков, человек, который находится в броне, согрешая, броня праведности приводит его к покаянию. и восстановлению. Человек без брони, он умирает от смертельных ран. Но броня праведности дает возможность, даже если мы свернулись в пути, даже если нас дьявол обманул, и мы вдруг поняли, что мы оступились, именно броня праведности, она приводит нас к покаянию. Эта рана не смертельная для нас, вы слышите? Эта броня праведности дает нам восстановиться. Но если нет брони праведности, наносится такая рана, от которой человек умирает и отходит от Бога. Братья мои, сестры, я желаю вам всем Божьих благословений. Я желаю, чтобы вы серьезно посмотрели на свою жизнь вокруг. Христианство – это не игра, не бирюльки, это жизнь, которая определяет нашу вечность. Нашу вечность. И мы можем видеть очень много историй, вы слышали, недавно умер наш брат во Христе, брат Василий. И я видел его в трех состояниях. Я видел его человека, который был на дне. И которого Господь поднял и преобразил его. И третье состояние – я видел его еще хуже, чем он был на дне в первый раз. И все это по одной причине. Он не заботился, он не осознавал, что он находится на войне. И он не заботился о том, чтобы быть в полном всеоружии, которое Бог предлагал ему. Он был сражен, дьяволом наповал. Он умер от воспаления легких. И последнюю свою жизнь он жил на городской свалке в поселке Береговом с какой-то женщиной. И умер от воспаления легких в 11-м медсанчасти. Человек, который много раз переживал Божью милость, человек, который служил Господу. У нас достаточно примеров, чтобы понять, что мы находимся на духовной битве. Чтобы понять, что дьявол, он ходит, как рыкающий лев. И его желание, и его стремление вернуть нас еще в худшее состояние, которое мы были до Христа. И мы должны бодрствовать. Мы должны осознавать это и облечься во всеоружие Божье. Полное христианское обмундирование. Да благословит нас Господь. Встанем на ноги наши, помолимся пред Господом. Спасибо.